итак мы вам сейчас покажем наш альтернативный способ заготовки веников почему он альтернативный сейчас увидите чтобы заготовить веники для бани мы рвем ветки с березы мы их рвем на высоковольтной линии поэтому березу это совершенно не жалко потому что ее все равно вырубят чтобы очищать эту просеку конечно может быть это не очень экологично рвать высоковольтной линии ну просто мы по этому поводу не очень сильно задумываемся что мы делаем мы любим ветки ветки мы просто рвем любые вот такие всякие конечно почему мой способ не традиционный потому что классически надо брать ветку и вот здесь вот где будет ручка веника все обрывать чтобы в итоге получился веничек и вне такая ручка была аккуратненько с деревянными прутиками без листьев но мы этим не занимаемся потому что я считаю что это бесполезная трата времени я и так могу держать вот такой веник и с листьями тоже могу его держать а учитывая что это такой одноразовый расходный материал один раз попарились и выкинули в печку то еще тратить время на то чтобы ощипывать веточки я считаю напрасной траты времени что еще какое еще я хотел рассказать изобретение не знаю кто это придумал я или мой друг колям но точно кто-то с двоих вместо того чтобы мучиться с веревками мы используем пластиковые хомуты конечно опять же какие-нибудь сторонники экологии скажут что это не экологично но мы с коляном решили что это вообще ерунда и на что не влияет потом мы берем все-таки веревочку то есть совсем без веревочки не обойтись почему без нее не обойтись я расскажу и кладем ее сюда к венику чем хорошо вязать хомутом что можно вязать и одному не нужна посторонняя помощь хотя вдвоем тоже можно и быстрее получится вдвоем все хомут застегиваем затягиваем как нам надо все один веник завязан и мы берем заготовку для второго веника столько сколько удобно будет размещаться в руке и соответственно эту же веревочку сюда также закладываем беру так чтобы кулаком удобно было держать веревочку закладываем вторым хомутом стягиваем легко быстро и удобно и кстати в чем еще плюс хомута я уже этой зимой таким способом заготовленными вениками парился плюс хомута еще в том вот этой стяжки что потом когда веник сушится он подсохнет станет потоньше будет такой более расхлябанный когда он веревочкой завязан то это уже потом все это не плотно держится а хомут можно подтянуть потом мы эту веревочку узелком связываем получается у нас два веника между собой связаны вот этой вот ниткой и можно вешать сушиться сушить рекомендует вешать вот так вот чтобы один был ниже другой был выше и так можно на веревку на чештаке все это дело развесить и потом зимой снимать веревку отрезать можно хомут подрезать если есть желание мне почему-то все время желание это не возникает и все я единственное только перед тем как в печку кидать веник я хомут все-таки срезали не хочу чтобы в печке горела пластмасса и выбрасываю его в обычный бытовой мусор вот так вот мы вяжем веники с помощью хомутов и веревочек и не сильно утрудняем себя изготовлением ручки для веников потому что считаем что это бессмысленно и бесполезно попарился один разок и в топку